программа на спорте это бурлящий коктейль из всего самого необычного чем богат и прекрасен наш безумный мир мы расскажем вам о невероятных фактах курьезных моментах а также познакомим с яркими и без шабашными людьми в этом выпуске составим топ-лист случаев мгновенной кармы узнаем так ли просто девушкам чирлидерам покорять сердца зрителей в рубрике чудаки эффектный вид катания на роликах под названием limbo skating топ-лист представляет собой наш взгляд на рейтинг лучших ну или совсем не лучше в общем самых-самых в спортивном мире где так много интересных людей и событий не рой другому яму и не говори гоп в нашем рейтинге спортсмены чего непомерное чсв подверглась справедливому наказанию начнем с недавней истории с белорусского футбола до сих пор неизвестно какая кошка пробежала между олегом никифоренко и вадимом скрипченко но уйдя из минского динамо игрок явно хотел поквитаться в ответ на матче четвертьфинала кубка футболист батэ забил в ворота бывшей команды и отправился праздновать прямо перед лицом опешившего тренера только вот забыл что игра на этом не закончена в итоге все решилось в серии пенальти по злой иронии единственный промах с точки допустил именно он и команда вылетела а вот причина обиды бразильца рожера геддеса на бывший клуб и партнеров по палмейросу более чем очевидно как и во многих других коллективах новичок проходит и такую обкатку и должен стерпеть даже обидные розыгрыши поговаривают что характер у юного форварда далеко не подарок но как видите одноклубники явно перегнули палку это стало причиной отъезда геддеса в китай спустя пару лет он вернулся на родину и наконец состоялся как лидер и бомбардир в коринтиансе в первом же матче против палмейроса он напомнил о себе и передал пламенный привет обидчикам отцелютовав дублем и тем самым оформив победу следующий клиент мгновенной кармы сам напросился испытать ее на себе боец из таиланда по фамилии кайв мани вряд ли знаком широкой публике а поклонникам бокса скорее известен благодаря интернет мемом основанным на его откровенно пижонском поведении во время боя с филиппинцем альбертом пагарой гримасничая провоцировая как бы приглашая соперника ударить в себя он наверняка был очень удивлен когда в конце концов это произошло да так что подняться он уже не сумел как говорится бойтесь своих желаний иногда они сбываются уважение вот о чем никогда нельзя забывать в спорте иначе тебе об этом быстро напомнят в отборе к молодежному евро француз левен кюрзава на последних минутах забил гол ворота сборной швеции и не удержался чтобы не потроллить соперников однако он и представить не мог что они тут же отыграются и оставят его команду за бортом финальной части турнира вот уж где мгновенная карма постаралась скандинавы измывались над левеном как могли и с удовольствием позировали на камеру к слову именно они в итоге и стали чемпионами зрителям сложно представить какие эмоции переполняют спортсмена когда он подходит к финишу первым важно только не поддаться им раньше времени и убедиться наверняка что впереди действительно окончание гонки с этим и возникла проблема у чешского велосипедиста с говорящей фамилией тупалик который слишком рано начал праздновать триумф на молодежном чемпионате мира он размахивал руками требуя овации от зрителей но те не понимали что происходит ведь впереди у пилотона оставался еще один круг шокированный таким конфузом спортсмен нашел в себе силы завершить гонку на втором месте оставшись победителем лишь в своем бурном воображении рубрика профи посвящена людям которые не являясь непосредственно участниками соревнований отдают себя спорту без остатка скромно занимая своим делом они чаще всего оказываются в тени славы признанных звезд но мы это исправим эффектные девушки из группы поддержки всегда излучают позитив чего скрывать многие мечтают с ними познакомиться наберемся смелости и сделаем это современный спорт сложно представить без групп поддержки яркие девушки в шикарных платьях и сами дадут фору любому профи потому что их спорт под названием черлигинг не только красив но и крайне непрост люди которые не танцуют не поймут этого никогда люди которые не артисты которые не работают на сцене не работают там даже на банально на телевидении никогда этого не поймут но это это нереально объяснить что ты чувствуешь тот момент когда ты выступаешь на тебя смотрит такое большое количество людей как-то от этого сильно кайфуешь потому что в один момент ты переживаешь как ничего не забыть что тебе все нужно сделать чтобы все все получилось должно быть красиво ты действительно работаешь на публику своей улыбкой своей внешностью своими движениями знакомьтесь профессиональный чирлидер виолетта кабариха в танцах со школьной скамьи в группе поддержки уже восьмой год мы как большая семья и за счет этого хочется все чаще сюда приходить что-то придумывать что-то делать потому что общение действительно очень сильно влияет когда какие-то проблемы в коллективе очень тяжело здесь находиться а у нас всегда все хорошо мы очень универсальны в том что у нас действительно очень много девочек из народных коллективов и мы танцуем максимально разный репертуар танцев народные современные танка какая-то классика полный чирлидинг поддержки у нас очень хороший развитый репертуар танцев мало кто задумывается на какие жертвы приходится идти этим хрупким на первый взгляд артистам здесь сошлись хореография гимнастика и акробатика сложное занятие которое требует огромного количества физических и моральных сил по две тренировки в неделю где за два часа нужно успеть практически все бывает такое что приходится одну тренировку например поставить 5 игр а это действительно очень много потому что на каждой игре это два танца и от четырех до шести тайм-аута в зависимости от того что и где мы танцуем поэтому мы просто разделяем наш зал на две половинки и одна половинка готовится к одним играм вторая к другим вот тем самым мы так и проводим наши тренировки здесь как в слаженном механизме у каждой есть своя роль кто-то попутно отвечает за социальные сети кто-то за планирование выступлений тренировки и костюмы всего в группе поддержки задействовано более 20 девушек номера мы ставим сами и чаще всего их тоже выбираем сами просто мы компонируем так чтобы какой-то блок у нас был более спортивной например а какой-то более танцевальный если есть запрос на народные танцы то мы делаем народный блок костюмами мы занимаемся также все вместе нас есть наш главный менеджер которая нам подает какие-то идеи или того как нам скомпоновать по цветам что мы можем одеть а мы от этого отталкиваемся какие номера нам в чем удобнее танцевать и что к чему подходит потому что например одна часть спортивная другая более такая женственная танцевальный и надо разделить костюмы так чтобы она хорошо подходила и хорошо в этом номера смотрелись на спортивную площадку в день выступлений девушки приезжают раньше спортсменов примерно за два часа до начала соревнований нас сейчас чтобы порепетировать потому что потом приходит команды нора на разминку на какие-то свои так сказать тренировочку небольшую а в это время перед самым матчем вот этот вот небольшой час мы собираемся переодеваемся приводимся в порядок подкрашиваемся и уже готовы выступать в это сложно поверить но любимое занятие девушкам приходится совмещать с основной работой здесь можно встретить бухгалтеров логистов и представителей других профессий виолета например по образованию фельдшер лаборант медик с очень специфичным направлением сейчас на данный момент никем я работала в морге работа интересная но зато очень спокойно очень тихо никто не жалуется ты абсолютно к этому по-разному относишься ты танцы танцевал всю жизнь и и ты просто продолжаешь кайфовать от этого ну как бы работает работает конечно у девушки есть и любимчики на спортивных площадках всем не нравится гонболисты но не знаю почему может за счет того что они более высокие такие и в принципе еще потому что гонбол микс конечно нравится больше потому что во время игры все происходит как будто бы намного быстрее вот футболе более медленно там счет может быть 24 50 до а в гонболе например 35 25 то бишь они настолько быстро бегут иногда не успеваешь смотреть что там происходит и как там происходит за счет вот этого интереснее смотреть выступление на пляжном футболе это особая история для зрителей яркое незабываемое шоу а для девушек колоссальная нагрузка из всех площадок самое тяжелое это пляжный футбол очень тяжело танцевать песке песок непредсказуем ты поставил ногу и ты просто повод провалился подскользнулся там еще куда-то твои ноги просто вот так а если какие-то поддержки перевороты то это вообще сумасшествие на самом деле не зря говорят что красота требует жертв но девушек это не останавливает ведь все ради нас зрителей чтобы спорт становился еще более прекрасным чудаки это люди которые заставляют нас восклицать вау и задаваться вопросом а что так можно было собственный взгляд на спорт и саму жизнь делает их смелые выходки неповторимыми создавать себе трудности любимое занятие людей кажется этим принципом руководствовались и создатели необычного вида катания на роликовых коньках лимбо скейтинга роликовые коньки одно из любимейших развлечений для людей всех возрастов в спорте они также прижились в качестве популярного инвентаря тут вам и брутальная роллер дерби и хоккей и даже фигурное катание не говоря уже об экстремалах городских кварталов но это еще не все особой популярностью в странах азии пользуется лимбо скейтинг вид спорта в котором умение держаться на роликах сочетается с гибкостью и растяжкой суть заключается в преодолении препятствий в практически горизонтальном положении но ни в коем случае не касаясь земли соревнования состоят из раундов по ходу которых при успешном проезде барьерная планка опускается все ниже и ниже при этом ловкость и филигранное владение своим телом для участника являются самыми основными навыками потому что преодолеть препятствия возможно исключительно в широчайшем поперечном шпагате чаще всего спортсмены вынуждены наклоняться настолько низко что их лицо практически касается поверхности верхом мастерства считается прохождение не одиночного барьера от целой группы расположенной в ряд таким образом фиксируются рекорды на дальность и на время наибольшее распространение это забава получила в индии здесь в качестве препятствий используются не только стойки с перекладинами а серийные автомобили например самый проворный спортсменов сумел проехать под 39 машинами менее чем за 30 секунд для этого ему понадобились годы тренировок разумеется легче всего добиваться результата детям все же пробраться к цели на рекордно низкой высоте взрослому человеку почти нереально мировой рекорд принадлежит шестилетний такши вагане которая проехала 25 метров под препятствиями не превышающими по высоте 16 сантиметров более того лимбоскейтинг стал настоящей субкультурой для индийских детей и подростков которые активно обсуждают свои результаты в соцсетях и делятся информацией о достижениях выглядит это действительно впечатляющее а видео собирают миллионы просмотров впрочем тренируясь в городских условиях и выбирая в качестве препятствий авто припаркованные в ближайшем дворе дети создают аварийную обстановку тем самым многие из них рискуют еще с юного возраста попасть на карандаш местной полиции но мы ведь знаем что трудности только закаляют настоящих чемпионов это все но только на сегодня следующем выпуске программы на спорте составим топ-лист курьезов в марафонском беге познакомимся с самым красноречивым спикером белорусской гребли евгением монарховичем в рубрике чудаки традиционный вид экстрима с острова пасхи под названием хакапей обо всем этом уже скоро оставайтесь с нами оставайтесь на спорте демократно далее 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 далее